Храм в честь святой мученицы Пороскевы Пятницы. В нашем храме служили репрессированные в годы гонения на православную церковь священники Иван Виноградов, Владимир Барминский и староста Капитон Белов. Вечная им память. Спустя десятки лет после тех событий на храме Нижегородского села Кирюшина появилась памятная табличка с такой надписью. Стремление большевистской власти вытравить из сознания людей саму идея Бога и память о тех, кто достойно до самой смерти послужил ему, оказалось бессильно. Лишь полуразрушенная церковь ждет часа своего возрождения. Жители Кирюшина верят, час этот настанет. Старинный храм в честь святой мученицы Пороскевы Пятницы, что в селе Кирюшина, давно уже не поражает своим убранством и великолепием. Угрюмые руины церкви удивляют прохожих лишь стройностью столетней кирпичной кладки, и тем, как можно было довести до такого состояния прекрасную некогда церковь. Но эти руины хранят не только память о духовной жизни длиной в полтора столетия. Немые стены были свидетелем и настоящего подвига во имя веры. В 30-х годах священник Владимир Барминский, служивший здесь, был арестован, а затем расстрелян. Он не отрекся ни от сана, ни от веры. Благодарные потомки спустя 8 десятилетий решили установить на храме, где служил отец Владимир, памятную доску. Вместе с ним были увековечены еще два священника церкви, репрессированные в 30-е годы. У нас в епархии с благосостоянием Владыки Августина на каждом храме будут установлены вот эти такие же памятные доски о всех тех, кто служил в этом храме, всех тех, кто был невинно убиен, всех тех, кто отдал свои жизни ради истины, которая бессмертна. Человеческая память – удивительное качество. Больше 80 лет прошло с момента закрытия церкви и расстрела священника. Но в Кирюшино помнят отца Владимира. Обрывки воспоминаний о тех временах передаются буквально из поколения в поколение. Священник здесь был главарь на селе. Он даже сам выписывал свидетельство рождения. Меня вот здесь крестили. Отец у меня пел на крылосе и здесь захоронен. Вот далась мне книга, такая вот толстая, переплет, как деревянный. И на корке было написано «Барминского ВФ». Такими, какими-то, с хломастером коричневым написано так жирно было. Вот это вот я знаю. Отдавала я это в Зиняковскую церкву, эту книгу. Они у меня все лежали. Сегодня в городецкой епархии ведется работа по канонизации священника Владимира Барминского. Вместе с тем, жители Кирюшина верят, однажды их храм возродится. Ведь не может же место, озаренное духовным подвигом во имя веры Христовой, быть покинутым и забытым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова